Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели, с вами я Игорь Шаститко и сегодня у нас очередное видео, техническое видео на тему о том, как установить Windows 2, 3, 4, 5, 10 системой для того, чтобы что-то протестировать, для того, чтобы что-то попробовать. Метод известный, метод давно уже описанный, опробованный, но почему-то все об этом забывают. Напомню еще раз, у Windows 10 есть особенность, она позволяет загружаться из виртуальных файлов самой физической машины. То есть, если вы в виртуальный файл установили Windows или каким-то образом распаковали Windows, а каким образом я вам сегодня это все и расскажу, и дальше загрузчику сказали, вот там у тебя еще одна Windows внутри виртуального файла, произойдет очень простая вещь. При старте физической машины, при выборе загрузчика, вы выбираете, что окей, я хочу запустить вот эту копию Windows, и эта копия Windows будет стартовать с VHD файлика. VHD файлик будет смонтирован как диск C, несмотря на то, что он лежит на физическом диске C, как бы для вас. Сам диск, на котором он лежит, он будет диском D, и Windows запустится. Таким образом, вам не надо ничего делать с физическим диском, не добавлять какие-то диски, не трогать основную операционную систему и тому подобное. Вы получаете полностью работоспособную еще одну, еще одну, еще одну Windows. Почему мы говорим об этом? Напомню, что у меня на канале, внизу в описании к видео, посмотрите в всплывающих анутациях, тоже посмотрите в конце видео, посмотрите. У меня в видео, на канале появилось несколько видео, одно из которых называется, что такое песочница Windows Sandbox для тестирования. Потом я рассказывал про Windows с ядром Linux, да, это то, что называется Windows Subsystem for Linux. И особенно второй Windows Subsystem for Linux, который является виртуальным ядром внутри ядра Windows. Действительно, в Windows теперь есть еще и ядро Linux. Это правда, а про это вот, это вот видео посмотрите, опять же, внизу в описании к видео. Но для того, чтобы попробовать, например, новый Windows Subsystem for Linux 2, вам необходимо сделать простую вещь, да. Вы должны, что вы должны правильно, вы должны установить себе то, что называется Windows Insider Program. А этот Windows Insider Program, это бета-версия Windows, не каждый может себе позволить. Но, с другой стороны, тестировать хотелось бы на физическом железе, а не на виртуальных машинах, как это все Windows Services for Linux 2 работает, поэтому надо железо, да. Так вот и сценарий. Берем, устанавливаем Windows в HDX файл, а это делается очень быстро, это делается очень просто, никаких вопросов, никаких проблем. Смотрите, как это все дело выглядит, я сейчас покажу. Для этого есть специальный скрипт, который позволяет вам отконвертировать VIM-овский файл или ISO-файл Windows в HDX файл. То есть вы получите как бы файловую систему Windows с Windows, который готов к старту, но на неизвестной системе. Это вот как вы покупаете ноутбук с предустановленным OEM Windows. Вы включаете его, он находит оборудование, спрашивает у вас, кто вы такой и тому подобное. Будет тот же процесс. На самом деле происходит вот такое вот развертывание. Второй момент, вам нужно то, что называется сама сборка Windows Insider Preview Download. Заходите на эту страничку, напишите Windows Insider Preview Downloads в поиске, вас попросят аутентифицироваться с аккаунтом Windows Insider Preview. Если у вас такого нет, зарегистрируетесь. И здесь внизу будет выбрать систему, выбрать сборку, выбрать язык и загрузить, соответственно, образ. Это второй шаг. Третий шаг и самый, скажем так, важный шаг, это взять, поскольку мы имеем дело с тестовой сборкой, и эта тестовая сборка не поддерживается напрямую скриптом. Здесь такой небольшой хитрый финт ушами. Вы на самом-то деле заходите куда? Правильно. Заходите в сам файлик, который вы только что загрузили. Двойной клик, напомню, монтирует его как диск. Вы заглядываете внутрь этого диска, там, где находятся соурсы, и сортируете их по размеру. И первый файл будет Install Vim. Скопируйте его куда-то. У меня для этого Install Vim есть каталог тест. Я его скопировал сюда. Сюда же я положу и файлик. Файлик для того, чтобы в HDX файл, где будет, да, этот можно иджекнуть. Еще один момент, который очень важный. Для того, чтобы скрипт работал, вам необходимо запустить... О, кстати, Сергей Подорванов спрашивал, действительно ли это виртуализация. У меня здесь запущен Kali Linux сейчас в режиме того, что называется Windows Subsystem for Linux 2, который в полувиртуализации работает. И если мы заглянем в Proc CPU Info, мы увидим о том, что все эти процессоры, все это физические ядра, которые он видит абсолютно честно, абсолютно все те, которые есть в системе, все 8 ядер. Вот они у нас доступны. Как ни в чем не бывало. Так что процессор работает в реальном режиме. То есть просто изолированный при помощи виртуализации. Тонкие условия виртуализации. А что надо сделать перед тем, как запустить все остальное? Нам нужно сказать Set Execution Policy Unrestricted. Не делайте это навсегда. Это позволяет запускать неподписанные скрипты. Они не будут ругаться, не будут блокироваться и тому подобное. И второе, это запустить, собственно говоря, GUI PowerShell ESE. Вот он у нас запускается, PowerShell ESE. И здесь такое финт ушами. Для того, чтобы скрипт заработал, на самом деле нам нужно этот скрипт запустить как команду. Поэтому для начала мы берем ConvertWindowsImagePS1, запускаем как просто файлик. Он сейчас добавляет нам в среду новую команду, которая называется ConvertWindowsImagePS1. Это что я сделал? И здесь я уже, чтобы не заморачивался, скопировал командную строку, которая нужна для запуска. Система будет сама подсказывать вам, какие параметры, какие пути и так далее. Все очень на самом деле просто. Я сейчас увеличу размер шрифта. Для того, чтобы вам было лучше видно. Здесь, обратите внимание, да, то есть ConvertWindowsImageSourcePath, путь к моему файлику, который я только что распаковал. InstallVim, взял, да, с ISOшки и просто скопировал. WalkingDirectory, туда, куда будет помещен файлик, это ctest. VHDX Type, динамический. Я не хочу, чтобы система, соответственно, не расширялась или расширялась там. И дальше, обратите внимание, VHDX формат. VHDX, понятно, GPT и Edition Professional. Если вы скачаете какую-то другую редакцию Insider Preview, укажите явно, почему бы я использую вот эту команду, а не команду ShowGui. Потому что ShowGui именно на попытке распаковать неизвестную сборку будет обламываться. Это я уже проверял, поэтому использую для работы. Если же вы не знаете, какие команды вам нужны, можете открыть просто этот файл в виде текстового режима и, соответственно, посмотреть на параметры, которые здесь есть. Вот тот же UI и так далее. Здесь примеры, все, что нам нужно. Обратите внимание, оно и Windows 7 хавает. То есть все сборки после Windows 7 вы можете вот таким же образом распаковать и заставить их установиться. Так что все будет, как говорится, хорошо. Мы сейчас распакуем файлик. Все у нас будет замечательно. Загрузчик пропишем. По-моему, в новом скрипте есть и параметр загрузчика. Ну вот, да. BCD Boot by Default. А, он и сам это все сделает. Пропишет. Итак, запускаем. Запускаем. И что не так? Почему Convert Windows Image не работает? Давайте запустим сам скрипт отсюда. Запустили. О, пошел. Пошел. То есть у нас опция заработала. И все. Обратите внимание. Он пошел создавать системный диск. Вот он, видите, уже его смонтировал. В реальности он сейчас смонтировал Vim файлик. Он смонтировал вот этот вот еще один диск. И сейчас фигачит большим количеством файликов туда-обратно. Посмотреть все это дело мы можем хотя бы в том же перформансе, как загружен диск. Ну, кстати, не очень-то он и загружен, скажем честно. Идет процесс распаковки и перенастройки, собственно говоря, образа. Можно вот сделать больше. Кстати, вот видите, как оно подтупляет иногда. Это как раз и есть те самые проблемы сборки. А где Vue? Эй! Видите, вот эта вот отрисовка, она, конечно, файл, монитор. А Vue куда пропала? Почему я не могу отсортировать нужные мне колонки? Ладно, неважно. Можно увидеть, какие файлы он сейчас мучает. Вот он создает c-test-vhdx файл. Это тот файл, который нам нужен. Прервемся на минутку. У меня сейчас практически 9 вечера. И когда он закончит работу... Ага. Вот так всегда. Он говорит, что у него какая-то ошибка. Apply из ArgumentOne мы можем посмотреть на данный скрипт. Новая сборка несет в себе какие-то дополнительные проблемы. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим и разберемся. Это каталог, который создает скрипт. И в этом каталоге можно увидеть все параметры. терминейт. Эрор. Пас. Хэсбэс. Асбут. Волюм. Аплайн имидж. Что в HD. Круто. Разберемся. Сейчас посмотрим. Пофиксил загрузчик. Или не загрузчик, вернее. А саму командную строку. На самом деле проблема была в том, что два параметра надо было указать. Один параметр я пропустил, а один параметр надо было поменять. Во-первых, то есть вот здесь вот можно увидеть VHD Pass. Я указываю явный-явный путь к файлику. А второй о том, что загрузчик будет Native Boot. Почему именно так? Внизу в описании к видео это все будет. Почему именно так? Почему не Walking Directory, а именно вот такой вот Windows Insider файл или какое-то имя? Потому что скрипт генерирует имя файла, исходя из информации о сборке. А у него для инсайдерского билда нет информации о сборке. Он неправильно ее транслирует. Там народ забыл о них написать. Можно написать пожелания и тому подобное. В любом случае, получается, что он хочет создать имя файла. Взять из этого там сборку, взять из там Professional и так далее и тому подобное. Но не может. Нет у него такой информации. Второй момент, который я пропустил, это как раз тот самый... Иди сюда. Смотрите, как он подтупляет. Это тот самый загрузчик. Указывается, что загрузчик будет для физической машины, а не для виртуальной. Вот этот Native Boot. И все. Теперь мы, собственно, готовы к старту. Жду только окончания процесса распаковки. Ты будешь работать. Слушайте, он так притупляет, конечно, этот инсайдер. Вот сейчас установлю новый и снесу старый. Смотрите, да. То есть вот он идет. Переброска, разборка и тому подобное. Всех этих файликов, которые нужно смонтировать. Видите, это все копируется в диск D. Так что от производительности вашего диска это все многое будет зависеть. Он сейчас уже фигачит сколько? 10 минут, почти 9 минут. И вот 5 гигабайт он уже распаковал. И это не предел. Он еще и еще и еще будет распаковывать. А дальше, дальше опять же прописать загрузчик. Если он сам этого не сможет опять же сделать. И, соответственно, перезагрузить машину для того, чтобы выполнилась установка. Вот такие вот простые на самом-то деле процессы. Если бы я сразу... Видите, все на живое. Вот этими руками сразу фиксятся все проблемы. Convert. Wind. Верт. Я знаю, что что-то. Windows Image. Все. Теперь я могу успешненько поработать. Смотрите, как оно пишет. 77. В общем, ждем окончания разбора файликов. И продолжим уже с загрузчиком. Уже 7 гигабайт написало. Ну и напомню, что другие видео, о которых я говорил, из-за чего мы, собственно говоря, все это делаем, есть у меня на канале. Вот тут, видите, я дебажил скрипт. Вернее, смотрел проблему, а потом понял, что ее можно решить немного по-другому, чем предлагалось исправить скрипт. Но я так понимаю, что скрипт исправили, а параметры не доописали. Вот здесь есть классное видео. Смотрите. Теперь вы сможете попробовать тоже Windows Subsystem for Linux 2 на физической машине. Просто поставив инсайдерскую сборку отдельно. Ну что, поздравляю. Процесс закончился. Теперь у нас есть еще один образ диска. Вот он. 8 гигабайт в Windows Insider. Это готовый к работе диск, который максимум будет занимать 40 гигабайт. На самом деле, можно было еще и параметры размера задать и так далее. Он будет динамически расползаться и тому подобное. Но самое главное, теперь нам осталось проверить, проверить. Так, вот это вот. Что нам нужно? Да. BCD Edit. BCD Edit, обратите внимание, сейчас содержит только один загрузчик, который смотрит на основной диск и никаким образом не влияет на второй диск. Но нам нужно добавить второй диск как загрузчик. Монтируем этот диск двойным кликом мышки. Вот, обратите внимание, мы его смонтировали. У нас есть диск D, у нас есть диск Windows. Что надо делать дальше? Правильно. Надо запустить команду, которая называется BCD Boot. Иди сюда. Пишем BCD Boot. И добавляем наш диск-загрузчик D Windows. Все. Это и будет, собственно говоря, путь к системе. Для того, чтобы система знала о том, что дополнительные, вот вы обратите внимание, файлы добавлены. Система знала, куда грузиться. И теперь можно увидеть, где наш второй загрузчик. Где мой второй загрузчик? Работу сейчас проверим. Идем и смотрим это в control панели. И в системе. Система. Advanced System Settings. Startup and Recovery. Windows 10. И второй Windows 10. Теперь осталось отличить две Windows 10 друг от друга. При старте, вот вы видите ее D, да? При старте компьютера. То есть, что нам осталось делать? Нам осталось только перезагрузить данный компьютер. Для того, чтобы увидеть, как запускается вторая сборка. О, блин, там же у меня были докеры, собирались. Kali Linux вышел уже из крутого пике. А с докерами и так далее. Вот интересно, что происходит с докерами, когда их вот так грубо перезапускают? Или вот это у нас сейчас скиляет все докеры и прочее, прочее, прочее? Ну, дождемся перезагрузки. А, вот она уже выполнена, и вы видите меня. Напомню, пока оно перезагружается, подписывайтесь на канал. Смотрите внизу в описании к видео всплывающих аннотаций. В конце видео линки на другие видео, посвященные той же тематике. И что? И где? Как все печальненько. Где мой? А, просыпался. Наверное, хорошо его отправили в ребут. Ждем. До первой звезды нельзя, как говорится. Загрузчик. Загружается, 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 загружается. И мы должны увидеть выбор меню. Или тюбю. Если вам нужно, чтобы оно стартовало автоматом, помните, да, вот то, что я вам показывал. О! Смотрите, Windows 3, Windows 10 на Volume 3. Windows 10 на Volume 6. Вот этот вот Windows 10 на Volume 6, это явно наш новый том. Неплохо было бы попереименовывать. При помощи BCD Edit это можно сделать. При помощи той же Control панели установить необходимый порядок, время ожидания, дефолтную систему. И все такое. И вот теперь, допустим, выбираем Windows на Volume 6. И что мы будем видеть? Правильно, мы будем видеть процесс старта сервисов, поиска девайсов. Знакомая, да? Знакомая картина всем. И система загружается. Сейчас появится мастер установки. Бла-бла-бла. Погнали, погнали. Если захотели бы, добавили еще файл ответа внутрь полученного образа, чтобы он не задавал вопросы. Но не важно. Важно, что таким путем, меняя только имя файла, вы можете себе наплодить дофига и больше дисков, смонтировать их по очереди, да? И добавить их в системе. Только не забудьте, главное, да? Добавлять сразу все диски, там, C, D, чтобы буковки были разные. Это, кстати, такой тонкий нюанс. Ну, а компьютер проверяется, компьютер тестируется, компьютер готовится к старту. И мы получим уже другой превью, с другой сборкой, с другими вещами. И сможем протестировать те же сервисы for Linux, второй версии, да? Уже на реальном железе, уже на реальном инсайдерской сборке. Если вы сделали это поверх обыкновенной Windows, собственно говоря, что и требовалось. Опять пошел в перезагрузку. Ну, как обычно, винда устанавливается, всегда надо перезагрузиться. И на этой хорошей ноте, я думаю, не надо ждать и показывать, что оно все заработало. Или подождем. Давайте подождем, чтобы меня не обвиняли в том, что я не закончил. Ну, вот то, что я имел в виду, да, оно спрашивает у нас, хотите ли вы это, хотите ли вы то, добавить пользователей, добавить клавиатуры, не надо добавлять лаяуты и прочее, прочее, прочее. Это подключение учетной записи. Все это вы настраиваете, как на обычном компьютере. То есть, это и есть обычный компьютер. Мы работаем на железе. Просто сам файл у нас находится в HDX. И таких, как я уже сказал, файлов может быть много и даже очень много. После чего вы еще можете пообновлять эту систему, добавить новые сборки и тому подобное. В общем, вот так вот аккаунт сейчас попросит. Ой, блин, это ж мне надо будет, да, это для персонального использования. И этот аккаунт будет другой. А, ну, в общем, вы верите мне, да, о том, что все это работает. Я сейчас все введу и так далее. В хорошем смысле этого слова. Все введу для компьютера. И продолжим уже непосредственно в процессе работы с такой вот сборкой Windows. Смотрите дальше. Ну, вот и все. Вот вы видите новую Windows. Добро пожаловать. Видите, все как положено. Новая сборка. Где наша сборка? Сейчас я посмотрю, что у нас тут есть. Другой компьютер. И все остальное. То есть, это все, опять же, не виртуальная машина. Четы, кстати. А, драйверы. Драйверы. Lenovo не подтянулись. И не работает скроллер. Но это уже отдельная история. Как вы будете это все дело настраивать. Но обратите внимание, что обратить внимание, что сборка. Да, это действительно стоит 18912. У меня стоит 18917. Более новая сборка. И также я могу, опять же, пойти, посмотреть, участвую ли я в программе Windows Insider. Не участвую. Просто сборка установлена. А теперь я могу, собственно говоря, включить. А почему ринг слоу? Нет, не надо мне ринг слоу. Мне будет ринг фаст. Хочу, понимаешь, фаст. А вот теперь что ты нам скажешь? Слоу рекомендед. Почему? Я хочу фаст. Я не хочу слоу. Дайте мне... О, фаст. Все. Теперь посмотрим, приехали ли свеженькие обновления до следующей сборки. Пусть приедет. А в любом случае, эта сборка теперь содержит то, что называется Windows Subsystem for Linux 2. И я его могу установить и дальше уже протестировать на другой сборке. А ту систему, которая у меня сейчас работает как основная, могу откатить на родную сборку, которая Windows майский, да, 19.03. Так что вот, такой вот процесс весьма и весьма простой. Напомню, всего лишь использование скрипта с нормальным набором параметров для того, чтобы он понимал, что он работает с какой-то сторонней сборкой, где нет правильных параметров и нет правильной информации. Так, я включил этот, Virtual Machine Platform и Windows Subsystem for Linux. Вот то, что нам нужно. И теперь оно само установится, само соберется и само сможет работать. Ага, и тут оно уже, как вы видели, видите, пошло обновляться. Пусть себе обновляется. Мы только за, мы только рады. И как я уже говорил, вот он, диск C, 40 гиг, который виртуальный. И вот Local Disk D, это тот диск D, который у меня настоящий. Вот он с диском, с каталогом Test, где лежит диск на... Что, он раздуло до 41 гига? Ну, нифига себе. Специально, что ли? Ладно, будем считать, что так ему захотелось. Все просто, да? Скачали сборку, скачали скрипт, запустили скрипт, добавили, распаковали в виде файлика, добавили этот файлик в загрузку, перезагрузились, профит. Смотрите уже другие теперь видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться, шарьте это видео. Я думаю, многим оно будет полезно. И еще раз напомню, что на канале много-много-много разного интересного и замечательного у меня на канале, которое вы можете посмотреть. И, соответственно, кроме технических видео, о которых я уже много здесь говорю, есть и масса других видео. Например, сейчас пойдет звук. Стоп. Например, вон, обзоры гаджетов, или путевые заметки, или о еде. Конфигрируем. Вот это, да, у меня тут еще, видите, я говорил, что железо. Обратите внимание на вот эту хреньюшку. Оно еще подгружает какие-то модули для моего. Тут у меня симка есть, то есть я могу работать сразу с интернетом. Да, кроме технических видео, обзоров различных гаджетов, есть прямые трансляции. Я планирую эти прямые трансляции проводить и с профессиональной, так сказать, точки зрения. Задавать вы сможете там вопросы по развитию IT-карьеры. Есть и заеды, есть и путевые заметки. Сейчас я живу в Дубае, поэтому сможете посмотреть. Много чего есть интересного, так что есть хобби. У меня масса различных хобби. Канал это тоже хобби. Рекомендую, рекомендую. Подписывайтесь, ставьте лайки, шарьте видео. И буду прощаться. С вами, напомню, был я, Игорь Шеститко. Всем удачи, счастливо, пока увидимся. Это я собирался записать короткое видео, называется. А в реальности быстро у меня никогда не получалось. Вот чего-чего, а никто меня в том, что я что-то сделал быстро, обвинить не может. Особенно женская половина.